ребят всем привет сегодня у нас будет экскурсия на сайт авторио посмотрим что тут продают с камри с камри ух я честно заходил вот недавно такое любопытное пишут но есть интересные экземпляры тоже знаете такие для познавательная очень вот смотрите у нас здесь есть toyota camry в восьмой год харьков это у нас 6 т1 арабчик вроде но австралийка кстати вот отличительная черта у них ну в основном да у сороковок именно австралии карабок это вот вы можете видеть молдинг да на дверях вот такой это именно завод изготовитель ставил на арабов но это вот именно касается сороковок бум ухты ё-моё вот это любовь к мебели ребят но даже при моей лояльности да все знают к этим к заводским я имею ввиду деревянным вставкам точнее под дерево да но это по моему уже это уже круто руль пустой ну да пустой арабчик у нас может еще есть все вот эти вставки сделал все на воздуховода но многовато я думаю что этого чересчур конечно на любителя скажем так но как-то она чересчур по моему но человеку наверно нравится посмотрим что у нас еще тут есть интересного бум тойота камри европа рестайлинг 2007 год но это ж не я вам говорю я читаю вы поняли когда было рестайлинг чтобы вы знали до 2007 году ну в кавычках ребят но человек поставил обвес это то есть первые года выпуска по сути дела сороковки это европа да на внешний вид до дайте японка но он считает что это рестайлинг но знаете как то есть кому-то может продадут он тоже будет считать что он купил рестайлинг на самом деле конечно это просто ручная работа просто он поставил это себе это не рестайл и у нас тут есть еще интересные экземпляры аурион грандеон даже аурион есть внутри эти камри ухо слева кнопки есть неполный руль сейчас здесь есть где-то любопытное хочу вам показать а вот тоже ну вот вставки под дерево делают не знаю на любителя знаете это как-то так вот на любителя вот счет на тойота седьмой год 9 850 гибрида надо у нас выходит и гибриде дик что это за руль такой любопытный с 35 это же у нас 24 ну понятно много чего было сделано как говорится да много чего было сделано так идем дальше какие у нас тут есть интересное предложение еще отличное состояние звоните тойота максимальная камри европа я думал что максимальная это 35 но наверно владелец имеет виду что максимальная в 2 и 4 классе вообще по правильному максимальная это 3 и 5 что же у нас тут максимальная кожа кожа рожа мать фар подогрева мультируль круиз контроль вот она у него максимальная очевидно в 24 до с люком так идем дальше вот ребята интересная камри ухо смотрите но интересно в том плане что познавательная значит вот видите внешний вид ее сейчас я вам увеличу фоточку вот поворотничка нет седьмой год при этом ну то есть она она похожа на американку да у нас смотрите gt вин код у нас да вот япония gt nba при этом владелец пишет американец 2.4 то есть его уже затюкали она внешне выглядит как американец у меня она привлекла мое внимание знаете я же люблю ковыряться так для изучения и вот сейчас мы ее я вам покажу я как это делал копируем ссылку просто здесь ее не видно там вот на тот же автотест зайдем вставим ссылку с авторио и вин кодик ее пробьем ну тот ли это вин код вот вин кодик теперь берем и копируем его и идем с точки зрения изучения на сайт запчастей japan cards то есть подбор запчастей почему сейчас объясню она тут пишет комплектацию то есть она нам выдает комплектацию и смотрите то есть регион japan usa действительно и производство japan то есть вот у нас выходит да действительно сборка япония но для региона соединенных штатов это в малых количествах очень редко но такое встречается то есть л.е. комплектация друзья то есть чтобы вы понимали тоже да что такое тоже вот казалось бы да американка но она на самом деле японка ребят то есть японка его уже видно да я же говорю там затюкали как то не знаю то есть он уж сам пишет американец она на вид как американец да но она по правильному она собрана в японии что там и как было комментировать конечно здесь сложно и я этого делать не буду особенно по поводу сидений вот но тем не менее автомобиль да с седухами интересно здесь автомобиль сам выглядит да внешне вот американец и он сделан для америки но собран на заводе японии то есть сборка японская несмотря даже он да и все такое 5 10 так что ребят бывают и такие вот автомобили вот на мой взгляд любопытный экземпляр но он и цена там до 7 800 на него вот вот такие вот попадаются экземпляр чеки любопытнейшие что тут еще у нас есть продажи такого интересненького но и ребята вот давайте возьмем сейчас сортировку от дешевых вы увидите сейчас одни практически одни арабки пойдут но битки будут до вначале и арабки то есть почему они дешевле на самом деле ребят ну используются они используют используют это американец но американки арабки да но вот арабки жарю почему дешевле они на ближнем востоке в эмиратах частности юзаются довольно интенсивно под такси восьмой год арабка ну вот да видите полосочки эти это вот именно им молдинги на дверях свойственно арабкам ну там тоже да что то можно найти если хочется именно камре уху но в арабках надо смотреть в оба глаза у нас гибрид сороковка морду перетянули аля лехус ну вот тоже арабка у нас австралийка диск неплохо диск смотрится ну видите парктроники здесь есть полоза это молдинг на дверях да то есть она внешне очень похожа на европейку то есть вот основное отличие это по сути дела этот молдинг кстати некоторые его даже на европейке клеят уже со временем дабы обезопасить автомобиль от ударов каких-то сбоку но потом при продаже они удивляются почему их на рынке обходят потому что да это и но не все знают это есть да как бы основным отличием многие там визуально воспринимать это могут какой по моему стоит арабка да пошли дальше но не все их хотят то есть по определенным причинам поэтому так вот такие друзья у нас здесь пироги любопытные попадаются все ребят посмотрим если понравится вам такое я могу чаще снимать с комментариями такие обзорчики всем удачи добра пока пока пока